Торт без глютена и молока. Вкусный медовый торт с джемом, без глютена и молока в составе. Если приходится по состоянию здоровья придерживаться безглютеновой диеты, а также под запретом молоко и молочные продукты по причине непереносимости лактозы, то это еще не повод отказывать себе в таких маленьких приятных наслаждениях, например, как кусочек сладкого торта с чашечкой чая. Существует огромное количество рецептов безглютеновых выпечки и десертов, без содержания молока, куриных яиц или сахара в составе, которые позволяют подобрать для себя самый интересный и удобный рецепт. Состав рецепта на 8 портс. Рисовая мука 150 граммов. Гречневая мука 120 граммов. Смолец 120 граммов. Куриные яйца 1 штука. Сахар 50 граммов. Мед 2 стол. Эл. Ванилин 2 грамма. Разрыхлитель 0,5 чайн. Эл. Джем 250 граммов. Вода 2 стол. Эл. Шаг 1. Приготовим простой тортик к чаепитию в кругу семьи. По вкусу он напоминает собой медовик, только вместо сметанного крема прослоим его любимым джемом. По желанию можно сделать какой-либо крем без содержания молока, например, заменить его кокосовыми сливками, по вкусу он едва ли уступит привычному сливочному крему. В миску всыпаем просеянную рисовую и гречневую муку, добавляем пекарский порошок, сахар, ванильный сахар. Перемешиваем сухие ингредиенты. Шаг 2. Добавляем в миску с мукой свиной смолец пару столовых ложек меда и перетираем ингредиенты в крошку. Затем вбиваем куриное яйцо и перемешиваем, чтобы яйцо полностью разошлось. Начинаем тесто собирать в шар, вымешивая его. Сначала будет казаться, что тесто слишком сухое и не соберется в единую массу. Но в процессе замеса влага от свиного смальца и куриного яйца равномерно распределится по всей муке. Шаг 3. Если тесто все-таки будет раскрашиваться, то можно влить немного воды в центр теста и еще раз вымесить его. Скатываем тесто в шар, оборачиваем пищевой пленкой и убираем на 20 минут в холодильник. Шаг 4. Делим тесто на 4 части. Раскатываем каждую из них в круг или квадрат толщиной не более 0,5 сантиметра. Можно сразу вырезать по тарелке или иной форме круг или квадрат, заготовку коржа. А можно сначала испечь корж, а потом аккуратно обрезать края, получив более красивый и ровный корж. Раскатывать тесто лучше между двумя пергаментами, чтобы оно не прилипало к скалке и не рвалось. Шаг 5. Выпекаем коржи в разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут, в зависимости от толщины коржей. Шаг 6. Готовые коржи должны слегка зарумяниться. Пока коржи теплые, подравниваем их края. Шаг 7. Обрезки коржей измельчаем скалкой в крошку и присыпаем ею вверх и бока торта. Шаг 8. Когда коржи остынут, смазываем их любым густым кремом. Шаг 9. Даем торту постоять в холодильнике пару часов, пропитаться и подаем к столу. Приятного чаепития! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова